Беседа 25. Бытие 7.6 Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. Хочу опять заняться теми же предметами, о которых недавно беседовал я с вашей любовью, и рассматривать опять повествование о праведном Нойе. Велико в самом деле богатство добродетелей этого праведника, и мы должны по возможности исследовать все подробно. Чтобы таким образом доставить вам наиболее пользы. Только напрягите, прошу внимания, чтобы не укрылась от вас ни одна мысль, содержащаяся в этом повествовании. Но прежде надо мне напомнить вашей любви, на чем остановилось прежнее наше поучение, чтобы с того, начав сегодня, слово, соединить нам с предыдущим и последующим. Таким образом будет ясно для нас и нынешнее слово. На чем же остановилось наше поучение? Бытие 7.1.5 Ной сделал все, что Господь Бог повелел ему. На этом остановили мы слово и прекратили поучение. Вы и сами, может быть, помните, когда мы сказали вашей любви о причине, по которой Бог повелел Ною ввести от чистых семь пар, от нечистых же по паре. Рассмотрим же сегодня дальнейшее чтение и посмотрим, о чем Божественное Писание повествует нам после входа Ноева в ковчег. Если когда в другое время, то особенно теперь должны мы показать великое усердие. Теперь, когда мы ради времени постного и так часто наслаждаемся приятнейшим собеседованием с вами и свободны от присыщения удовольствиями, и при возбужденном уме можем внимательно слушать предлагаемое учение. Итак, надо бы сказать, с чего у нас началось сегодняшнее чтение. Ною же было 600 лет, когда пришел потоп на землю. Будьте внимательны, прошу. И не пробегайте этих слов поверхностно. В этих кратких словах скрывается некое богатство. И если мы напряжем свой ум, то можем познать из них и необычайную высоту человеколюбия Господне. И великое усиление злобы тогдашних людей. Ною сказано, было 600 лет, как потоп водный пришел на землю. Божественное Писание не без причины сказала нам здесь о числе лет праведника. И не для того, только чтобы мы знали, сколько лет было праведнику. Но потому что прежде уже сообщило нам, что Ною было 500 лет. 5.31. Извести же нас о таком числе лет. И Писание рассказало потом о сильном стремлении людей к пороку. Что по мышлению их были во всякое время зло от юности. Почему? И сказал Бог. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым в человеках, потому что они плоть. Предразвещая им этими словами о великом своем гневе. Далее, чтобы дать им довольно времени для того, чтобы упакаяться и избежать гнева, Бог говорит, будут дни их 120 лет. То есть потерплю еще и после 500 лет, потому что праведник этот не приставал в течение 500 лет вразумлять всех их собственным своим именем. И если бы только хотели они слушать, внушал им отстать от греха и обратиться к добродетели. При всем том, говорит Бог, и теперь обещаю потерпеть еще 120 лет, чтобы они, воспользовавшись как должно этим временем, уклонились от нечестия и начали делать добро. Впрочем, Бог не удовольствовался этим обещанием 120 лет, но еще повелевает праведнику построить ковчег, чтобы самый вид ковчега давал им достаточное вразумление. И никто из них не остался в неведении о великости угрожающего наказания. То самое, что этот праведник, достигший самого высокого совершенства, столько заботится о построении ковчега, могло уже всех рассудительных привести в страх. И опасения. И заставить умилостивлять столь кроткого и человеколюбивого Господа. Если в самом деле те варвары, то есть и невитяне, покаялись, опять их же надо бы представить в пример, чтобы таким образом яснее обнаружилось и чрезмерное нечестие этих современников Ноя. И великая благопризнательность тех невитян. И сам Господь наш в тот страшный день суда поставит одних рабов против других и потом произнесет осуждение над грешниками, обличив их, что они, получив одинаковые с праведниками средства и благодеяния, не подвязались подобно им в добродетели. Часто делает он сравнение и неравных сторон, чтобы тем большему осуждению подвергнуть беспечных. «Потому и сказал в Евангелии, восстанут мужи Неневии на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Матфея 12, 41. «Как бы так сказал он, варвары, не пользовавшиеся никаким особенным руководством, не слышавшие пророческих поучений, не созерцавшие знамений, не видевшие чудес, а услышавшие от одного человека, спасшегося от кораблекрушения, такие слова, которые могли повергнуть их в совершенное отчаяние и довести до крайности, до презрения самих слов его. Эти варвары не только не пренебрегли словами пророка, но и, получив краткий трехдневный срок, показали столь сильное и усердное раскаяние, что отклонили Божие определение. «Они-то, — говорит, — осудят род сей, пользовавшиеся столь великим моим попечением, воспитанные в книгах пророческих, каждодневно видевшие знамения и чудеса. Далее, чтобы показать и крайнее неверие иудеев, и невыразимую благопокорность неневитян, Господь присовокупил, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. «Те, — говорит, — увидевшие бедного человека Иону, и проповедь его приняли, и принесли самое строгое покаяние, а эти видят гораздо большего Ионы, самого Создателя всей твари, который обращался среди их, каждый день совершал столь многие великие чудеса, «Очищал прокаженных, воскрешал мертвых, исправлял природные недостатки, изгонял демонов, исцелял болезни, полной власти даровал отпущение грехов, не показали и одинаковой с варварами веры». Но возвращаемся к порядку слова, чтобы ты узнал и крайнюю бесчувственность современников Ноя, и великую благопризнательность неневитян. Узнал, как они, будучи ограничены трехдневным сроком, не отчаялись в своем спасении, но поспешив покаяться, и грехи свои омыли, и удостоились милосердия Господне. А те, и получив сто двадцатилетнюю отсрочку на покаяние, не воспользовались ею к добру, потому и Господь, видя их крайнее развращение и совершенное закоснение в пороке, наводит на них скорую погибель, и таким образом уничтожает, и искореняя злую закваску их нечестия. Вот почему и сказано, Ною же было шестьсот лет, когда потоп водный пришел на землю. Теперь мы знаем, что когда сделана была угроза и предсказание Божие, Ною было пятьсот лет, а когда наступил потоп, ему было шестьсот лет. Значит, в промежутке прошло сто лет, но этими стами годами они не воспользовались, хотя самая постройка Ноем Ковчега так сильно вразумляла их. Но, может быть, кто захочет узнать, почему Господь сказал, Буду дни их сто двадцать лет, и, обещав потерпеть столько лет, навел потоп поезд до истечения этих лет. И это служит величайшим доказательством его человеколюбия. Видел он, что люди каждый день грешат неисправимо, и не только не пользуется неизвеченным его долготерпением во благо себе, но и умножает раны свои. Поэтому и сократил срок, чтобы они не сделали достойными еще большего наказания. А какое было бы, спросишь, еще больше этого наказания? Есть возлюбленное наказание и большее, и ужаснейшее, и нескончаемое. Наказание в будущем веке. Некоторые, потерпев наказание здесь, хотя и не избегнут тамошнего мучения, однако ж потерпят наказание более легкое, уменьшив великость тамошних мучений, здешними страданиями. Послушай, как говорит об этом Христос, предрекая горе Виссаиде. Горе тебе, Хоразин, говорит он, горе тебе, Виссаида. Если бы в Содоме были явлены силы, явленные вас, то они давно покаялись в пепли и во вретище. Истинно говорю вам, земле садонской и гоморской отрадней будет в день судный, нежели вам. Видишь, возлюбленный, как словом отраднее Господь показал, что подвергшиеся здесь столь великому наказанию, потерпевшие такое необычайное и странное сожжение, хотя и понесут там наказание, но легчайшее, потому что здесь уже испытали такой гнев. И так, чтобы современники Ноя, умножая беззаконие, не заслужили большего наказания, благой и человеколюбивый Господь, видя их нераскаянность, сократил время, которое обещал он потерпеть. Как по отношению к тем, которые показывают себя благопокорными, он по свойственной ему благости отменяет свои приговоры, приемлет обращающихся и избавляет от угрожающего наказания. Так, напротив, когда он обещает даровать или какие-нибудь блага, или время для покаяния, но видит, что люди сделались недостойными, тогда отменяет свои обетования. Поэтому он и сказал у пророка, «Наконец, изреку на народы и на царство, чтобы искоренить их и разорить. Если обратятся, то раскаюсь я, что сказал о них, и не сотворю». Иеремия 18, 7, 8. И далее, «Наконец, скажу на народы и царство, что воссоздам, и если будут творить злое, то раскаюсь я о добром, которое говорил им, и не сделаю». Видишь, как он берет от нас повод к тому, чтобы явить нам или милость, или гнев. Поэтому-то и теперь, так как современники Ноя не воспользовались по надлежащей прибавкой времени, он сокращает срок. Вот почему блаженный Павел, бесчувственным людям, отвергавшим спасение, даруемое нам через покаяние, и говорил, «Или не родим о богатстве, благости его и кротости, долготерпения, не разумея, что благость Божия ведет нас к покаянию. Но по жестокосердии своему нераскаянному сердцу собираешь себе гнев на день гнева и откровения праведного суда Божия». Римлянам 2, 4. Видишь, как этот чудный учитель вселенной ясно показал нам, что не пользующиеся, как надлежит долготерпением Божиим, даруемым нам для покаяния, заслуживает дольшее осуждение и наказание. Вот почему и теперь человеколюбивый Бог, как бы оправдываясь и показывая причину, по которой навел он потоп до истечения срока, указывает нам на число лет праведника и говорит, «Ной же было 600 лет». В самом деле, те, которые в течение 100 лет не захотели перемениться, какую бы прибыль получили от 20 лет, разве ту, что еще более прибавили бы грехов. Со своей стороны Бог, желая показать безмерное величие несказанного человеколюбия и благости своей, не применил еще и за 7 дней возвестить им о приближении потопа, чтобы они, поразившись хоть этой краткости срока, обнаружили какую-либо перемену. 245. «Усматривает человеколюбие Господа из того, какими различными способами он, подобно искусному врачу, врачевал болезнь этих людей. Так как раны их были неудобно исцелимы, то он дал им столь продолжительную отсрочку, желая, чтобы они, хоть продолжительностью времени, приведенные в чувство, отклонили от себя гневный приговор его. Так как Бог заботится о нашем спасении, то обыкновенно он всегда предсказывает, какие хочет навести казни, для того только, чтобы не навести их. Если бы он хотел навести, то и не сказал бы, но он предсказывает с намерением, чтобы мы, узнав о том и вразумившись страхом, отклонили гнев и отменили приговоры его. Ничто так не радует его, как наше обращение и переход от греха к добродетели. Смотри же, как он врачевал и болезнь этих людей. Сперва он дал им такую долговременную отсрочку для покаяния. Потом, когда увидел их бесчувственность, по которой они не воспользовались столь долгим временем, уже перед самыми, так сказать, дверями потопа, предсказывает, впрочем, не за три дня, как ни неветянам, но за семь. Зная безмерное человеколюбие Господа нашего, смело скажу, что они и в семь дней, если бы захотели искренно покаяться, отвратили бы от себя бедствие потопа. Когда же ни прежняя продолжительная отсрочка, ни последний краткий срок не могли отклонить их от греха, Бог и навел на них потоп, когда Ною было шестьсот лет. Видите, возлюбленные, как было полезно узнать число лет праведника, сколько лет было ему, когда наступил потоп. Теперь же рассмотрим и то, что говорится далее. Когда наступил потоп, вошел мой и сыновья его, и жена его, и жены сыновь его с ним в ковчег от воды потопа. Из птиц чистых, из птиц нечистых, из скотов чистых, из скотов нечистых, из зверей, из всех пресныкающихся по земле по паре, мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Господь Бог повелел Ною. 7.9. Не без причины прибавлено, как заповедал Господь Ною, но для того, чтобы опять воздать хвалу праведнику за то, что он все исполнил так, как повелел Господь, и не опустил ничего, что ему сказано было от него. И через 7 дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день, 27 месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Замечая точность Писания, как оно показывает нам не только год, но и месяц, и даже день, в который случился потоп, потом, чтобы своим повествованием сильнее вразумить последующих людей и представить событие более ужасным, оно говорит, в тот день разверзлись все источники великой бездны. Смотри на точность. И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. Какое снисхождение употребляет Святое Писание здесь, как обо всем оно говорит по-человечески. Не то, чтобы были хляби на небе, но Писание выражается обычными у нас словами, как бы так говоря. Господь только повелел, и вода тотчас повиновалась велению Создателя, истекаясь со всех сторон, потопила весь мир. А что Бог навел потоп в сорок дней и ночей, и это опять служит величайшим свидетельством Его человеколюбия. По великой своей благости Он хотел, чтобы, хотя некоторые из них вразумились и избегнули все конечные погибели, видя перед глазами у себя и смерть своих близних, и угрожающие им самим бедствия. Можно в самом деле думать, что в первый день потонула уже значительная часть людей, во второй еще более, точно так же в третий и в остальные дни. Вот почему Бог и назначил продолжаться потопу сорок дней и сорок ночей, чтобы отнять у них всякий повод к оправданию. Если бы он восхотел и повелел, то мог бы потопить все в одно мгновение. Но так как он внимал своему человеколюбию, то и назначил такую продолжительность времени. Далее говорится, «Сей самый день вошел в ковчег когда начался потоп по повелению Господню, Ноя вошел в ковчег своими сыновьями и женой, и женами сыновей своих. Обошли с ним и звери всех пород, и вошедшие к Ною в ковчег мужеский женский пол, и затворил Господь Бог за ним ковчег». 247. «Замечая здесь нисхождение в слове «Затворил Бог ковчег, чтобы показать нам, что он поставил праведника в совершенной безопасности, затворил Бог за ним ковчег, то есть извне, чтобы праведник не мог видеть, как все погибало, и от этого чувствовать тем сильнейший скорбь. Он уже скорбел и возмущался, когда только представлял в уме это страшное наводнение, и воображал в себе погибель рода человеческого, совокупное истребление всех животных и людей и скотов, и, так сказать, уничтожение самой земли. Пусть погибавшие были злые люди, но души праведников обыкновенно чувствуют сильный скорбь, когда видят людей в несчастье. Поэтому найдешь, что все праведники и пророки ходатайствовали за виновных, например, патриарх Авраам за садомлян, а из пророков один, например, говорил, «О, день лютый, Господи, что ты истребляешь остатки Израилева» из Икиль 9.8, а другой, «Сделаешь ли ты это человеком, как рыбам морским, у которых нет начальника» Аввакуум 1.14? Если таким образом праведник и без того уже смущался духом и скорбел сердцем, то чтобы самая зрелищая всеобщая гибель не повергла его еще большее сокрушение, Бог заключил его в ковчеге, как бы в темнице, так что он не мог видеть своими глазами происходившего и от этого приходить в робость. Естественно, что он, видя чрезвычайное усиление воды, стал бы беспокоиться о том, как бы не потонуть и ему самому. Так, щадя его, человеколюбец Бог не позволяет ему видеть ни стремительности в от, ни того, как происходила погибель людей и опустошение вселенной. Когда я подумаю о пребывании этого праведника в ковчеге, то дивлюсь и изумляюсь, и все приписываю тому же человеколюбию Божию. В самом деле, если бы оно не укрепляло его душу и не делало трудного легким, то как бы он, скажи мне, мог вынести свое положение, будучи заключенным в ковчеге, как в тюрьме и узилище страшном. Как бы мог он устоять против такого напора волн, если плывущий на корабле, пользуясь и пособием парусов, имея кормщего, который сидит на корме своим искусством, противодействует напору ветра, умирает от страха и отчаивается, так сказать, в своем спасении, когда видеть, что волнение крайне усилилось, то что мы скажем об этом праведнике? Заключенный, как выше сказал я, в ковчеге, как в темнице, он носился туда и сюда, не мог не видеть небо, не устремить глаза в другое какое-либо место, словом, не видеть ничего, что могло бы доставить ему некоторое утешение. плывущие по морю, если усилится волнение, могут взбирать на небо, видеть вершины гор и отдаленный город, и от этого получать хоть малое облегчение. Если же буря усилится и рассверепеет до крайности, то все же они дни через десять или несколько более, после многих опасностей и бурь, будучи выброшены на землю и несколько успокоившись, забывают все эти несчастья. Но здесь совсем не так. Напротив, мой целый год прожил в этой необыкновенной и странной темнице, не будучи в состоянии подышать воздухом. Как в самом деле он мог это, когда ковчег был крепко затворен со всех сторон? Как он выдержал, скажи мне, как вынес? Если бы даже тела у них были из железа и адаманта, то и тогда, как бы они могли жить, не пользуясь ни воздухом, ни ветром, который обыкновенно не меньше воздуха освежает наше тело, и не имея возможности питать взоры зрелищем неба или разнообразием цветов, украшающих землю, как же они столько времени живя так и не ослепли совсем? И если бы мы захотели судить об этом по человеческим соображениям, то надо было бы подумать и о том, откуда они получали в достаточном количестве воду для питья, пока жили в ковчеге. Наставляя это, спрашиваю, как мог этот праведник, равно как сыновья и жены, выдержать совместное пребывание с котами, зверями, птицами, как он вынес зловоние, как вытерпел жизнь с ними, и что говорить об этом? Как самые животные могли выдержать и не погибнуть в течение столь долгого времени, не имея возможности ни привлекать к себе воздуха, ни двигаться, но запертое в одном месте? Вы, конечно, знаете, что и мы, равно как и животные, если даже пользуемся и воздухом, и прочими удобствами, то постоянно заключены в одном месте, неизбежно расстраиваемся и погибаем. Как же этот праведник со всеми бывшими в ковчеге мог выдержать столько времени, не иначе, как при помощи высшей силы? Уже это самое не было ли делом высшей силы, что ковчег носился туда и сюда бескормчиво и не погиб от такого напора волн? Нельзя ведь сказать и того, чтобы ковчег был построен наподобие корабля, и оттого можно было бы с помощью искусства направить ход его. Ковчег был со всех сторон крепко огражден, и в силу повеления Господня стремительность вот не повредила ему напротив, став выше ее, он своих обитателей хранил в совершенной безопасности. Итак, возлюбленный, когда что делает Бог, не решайся исследовать дело его. По соображениям человеческим они превышают наше понятие, и ум человеческий никогда не в состоянии постигнуть и уразуметь совершенного им. 249. Поэтому, услышав повеление Бога, мы должны верить и повиноваться его словам. Как творец природы, он по воле своей все преобразует и изменяет. И затворил Господь Бог ковчег. Велика и добродетель, сильна и вера этого праведника. Она ведь, она помогла ему и построить ковчег, и благодушно перенести тесную жизнь в таком жилище, вместе с зверями, вместе с другими животными. Поэтому-то и блаженный Павел, вспомянув о нем, похвалу его, восклицал так, верою Ной построил ковчег, благоговея приготовил, не видя потопа, и ею насудил мир, и правда, которая по вере, сделался ее наследником. Видишь, как вера в Бога, подобно крепкому якорю, поддержала его в том, что он и ковчег построил, и мог прожить в нем, она сослужила для него и средством к спасению, и ей сказано, осудил он мир, и сделался наследником веры по правде, не то, чтобы сам Ной осудил своих современников, нет, осудил их Господь сравнением их с Ноем, потому что они, имея все то же, что и праведник, не пошли по одному с ним пути добродетели. Итак, Ной верою, которую показал, осудил этих людей, которые показали совершенное неверие, не поверили предсказания о потопе. А я при всем этом особенно изумляюсь и добродетели праведника, и незреченной благости, и человеколюбию Господа, когда подумаю, как он мог жить между зверями, то есть львами, рысями, медведями и прочими дикими неукротимыми животными. вспомни здесь, возлюбленные, о высокой власти, какой пользовался первый человек до преступления и размысли о благости Божией, так как прислушание первого человека уменьшило дарованную ему власть, а потом Бог нашел другого человека, который старался восстановить в себе древний образ, хранил чистоту добродетели, являл глубокое повиновение заповедям, то и возводит его в прежнее достоинство, как бы на опыте показывая нам великость власти, которую Адам имел до прислушания. Таким образом, добродетель праведника, с помощью ствуемой милостью Божией, восстановила прежнюю власть, и звери опять признали свою подчиненность. В самом деле, звери, как увидят праведника, тотчас забывают свою природу, а лучше сказать не природу, а свою лютость, и оставаясь тем же по природе, из лютых превращается в кротких. И вот это самое случилось с Даниилом. Будучи окружен львами, он пребывал бесстрашным, как бы находясь среди овец. Дерзновение праведника обуздывало природу зверей и не позволяло им выказывать свою зверскость. Точно та же и чудный Ной легко прожил вместе с зверями, и ни теснота места, ни продолжительность времени, ни такая заключенность, ни лишение воздуха не могли привести его в оцепенение. Но все ему было облегчаемо верой в Бога, и он в этой ужасной темнице жил так, как мы среди лугов и рощей. Повеление Господа сделало для него легким и трудное. Таково свойство праведных. Когда они терпят для Бога, то не смотрят на то, что делается, оно размышляет о причине и легко переносит все. Так и Павел, учитель языков, называл легкими темницами нападения, ежедневные опасности, многоразличные и невыносимые скорби, не потому, чтобы они были таковы сами по себе, но потому, что причина, для которой они были попускаемы, поставляла его в такое расположение, что он не обращал внимания на приключающие бедствия. Послушай, что он говорит 2 Коринфянам 4,17. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Надежда, говорит он, на будущую славу и вечное блаженство помогает нам благодушно переносить эти непрерывные скорби и считать их легкими. Видишь, как любовь к Богу отнимает силу у несчастья и не дает верующим даже чувствовать тяжесть их. Вот почему и блаженный Ной все переносил благодушно. Он питался верой и надеждой на Бога и затворил сказанное Господь Бог ковчег снаружи и был потоп сорок дней и сорок ночей на землю и носился ковчег. Смотри опять, как Писание своим рассказом усиливает страх и увеличивает события. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле и ковчег плавал на поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. 250. Смотри, как подробно повествует нам Писание о сильном напоре воды, о том, как они с каждым днем все более и более пребывали. На пятнадцать локтей поднялась над ними вода и покрылись все высокие горы. Премудро устроил человеколюбец Господь, заключив ковчег, чтобы праведник не видел, что делается. В самом деле, если мы спустя столько лет и столько поколений, слушая только рассказ Писания, чувствуем ужас, приходим изумление, то что должен был бы чувствовать праведник, если бы он своими глазами видел эту страшную бездну? Как бы он мог вынести это зрелище хоть на краткое время? Не то счастлив бы с первого же взгляда вышел из него дух, не будучи в силах выдержать зрелище стольких бедствий. Подумай, возлюбленный, как мы теперь при небольшом наводнении предаемся страху, боимся за все и отчаиваемся за самую жизнь. Что же потерпел бы тогда праведник, если бы он видел, как вода поднималась на такую высоту? Выше гор, сказано, на 15 локтей поднялась вода. Вспомни здесь, возлюбленный, о словах, сказанных Господом. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым, потому что они плоть, так же растлилась земля, и наполнилась земля беззакониями. И далее увидел Господь землю, и вот растлилась она, и всякая плоть извратила путь свой. И так Паэлику вселенная имела нужду в полном очищении, надлежало омыть ее от всякой нечистоты, и уничтожить всю закваску прежнего развращения, так, чтобы не осталось и следа нечестия. Но произошло как бы обновление стихий, то Господь поступил подобно искусному художнику, который, взяв сосуд, обетшавший от времени и изъеденный, так сказать, ржавчиной, бросает его в огонь, и, согнав с него всю ржавчину, переделывает его, преобразует и приводит в прежнее благообразие. Так и Господь наш очистит всю вселенную этим потопом, и, так сказать, освободив от человеческого нечестия, скверны крайнего растления, сделал ее прекраснейшей и снова явил нам лицо ее светлым, не позволив остаться и следу прежнего безобразия. Поднялась выше гор на пятнадцать локтей вода. Не без причины Писание рассказывает нам об этом, надо бы мы знали, что потонули не только люди и скоты, и четвероногие, и гады, но и птицы небесные, и все звери, и другие бессловесные животные, какие только обитали на горах. Для того, говорит он, возвысилась выше гор на пятнадцать локтей, чтобы ты удостоверился, что определение Господне вполне совершилось. Он сказал, еще семь дней наеду потоп на землю истреблю всякое животное, которое сотворило от лица земли, от человека до скота, от гадов до птиц небесных. Следовательно, Божественное Писание повествует об этом не для того, чтобы только показать нам, на какую высоту поднялась вода, чтобы мы могли вместе с этим знать и то, что вовсе не осталось ни одного, ни зверя, ни скота, ни другого животного, но что все они истреблены вместе с родом человеческим. так как все созданы для человека, то когда должен был погибнуть последний, естественно, разделяет с ним гибель и они. Далее, сообщив нам, на какую высоту поднялась вода, именно, что она взошла на пятнадцать локтей выше горных вершин, Писание, соблюдая свойственную ему точность, говорит еще, и лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизнью на зрях своих, на суше умерло. Не без причины Писание заметило, что всякий, кто был на суше, умер, но чтобы тебе сдать знать, что все погибли, спасся же только один праведник со всеми бывшими в ковчеге, так как они еще заранее оставив сушу, вошли в ковчег, согласно Божию повелению. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота и гадовый птиц небесных, все истребилось с земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Смотри, как Писание раз и два многократно сообщает, что произошла всеобщая погибель и что ни одно существо не спаслось, но все потонули в воде все, и люди, и животные. Столько-то дней вода все поднималась. Здесь опять подумай о необычайном мелькодушии и мужестве праведника. Чего не вытерпел он, представляя себе и так сказать видя умом, как тела человеческие, тела скотов, чистых, нечистых. Все погибли одинаковой смерти и смешались вместе без всякого различия. Чего он не вытерпел, когда размышлял сам с собою об одиночестве, об этой пустынной и печальной жизни, не обещавшей никакого утешения, ни от беседы, ни от везения, когда верно не знал и того, сколько времени должно было ему прожить в этой темнице. пока вода продолжала шуметь и свирепствовать, с каждым днем увеличился у него страх. В самом деле, чего приятного мог ожидать он, когда видел, что вода в течение 150 дней оставалась в одинаковом положении, поднявшись высоко и немало не спадая. Однако ж он благодушно переносил свое положение, зная, что Господь всемогущ и как творец природы все творит и преобразует по своему изволению. Не тяготился пребыванием в ковчеге, потому что благодатная помощь Божия укрепляла силы его и подавала ему достаточное утешение, не попуская ему пасть духом и предаться чувственным, неблагородным и низким. Так как он наперед своей стороны явил неослабную добродетель, высокую праведность и сильную веру, то и от Господа уже было даровано ему в изобилии терпения, мужества, благодушия во всем, способность прожить в ковчеге, не потерпев от того никакого вреда и расстройства и не тяготясь сообществом животных. 253. Этому-то праведнику будем и мы подражать и постараемся делать все, что требуется с нашей стороны, чтобы явиться нам достойными даров Божиих. Он ожидает от нас повода, чтобы показать великую свою щедродательность, не лишим же сами себя полености, даров его, но поспешим и поревнуем сделать начало и вступить на путь добродетели, что, получив высшую помощь, могли мы достигнуть и конца. Без помощи высшей силы мы не можем сделать ничего доброго. и так, взявшись за надежду на него, как бы за якорь, верный и твердый, будем держаться за него и не станем смотреть на труд добродетели, но размышлять о награде за труд и таким образом все переносить благодушно. И купец, когда оставит приста, не выйдет в открытое море, не думает только о морских разбойниках и кораблекрушениях, морских чудовищах и напоре ветров, о непрерывных бурях, несчастных случаях, но и о выгодах предстоящих после этих опасностей. И, питаясь надеждою, благодушно переносит все встречающиеся неприятности, только чтобы получить больше денег и с ними возвратиться домой. И земледелец также не думает только о трудах при обработке земли и сильных дождях и бесплодии земли и о нападении изгары и об упустошениях от саранчи, но представляет в уме своем и гумно, и снопы хлебные и потому благодушно переносит все от надежды на прибыль не чувствуя тягости трудов. И хотя успех неизвестен, однако же он, утешаясь приятными надеждами, не отчаивается в своих трудах, но делает с своей стороны все, что надо, в ожидании получить награду за свои труды. Опять и воин вооружает в доспехе свои и готовясь идти на войну, не думает только о ранах, поражениях, нападениях врагов и о других бедствиях войны, но воображает себе и победу, и трофеи, и таким образом облекается во все оружие. Хотя исход войны неизвестен, однако шо натрину всякую мысль об этом и живописуя себе приятные надежды отлагает всякую робость и взял оружие устремляется против неприятельского ополчения. Если же возлюблены и купец, и земледелец, и воин, несмотря ни на неверность успеха, ни на большую вероятность неудачи, ни на множество различных, как слышали, препятствий, не отчаивается и не оставляет трудов, утешаясь надеждой, то мы как оправдаемся в том, что не брежем о добродетели и не подъемлем с охотой всякий труд ради ее, тогда как у нас надежда несомненно, обещано нам столько благ и награда бесконечно превышает все труды наши. Послушай блаженного Павла, что он говорит после столь многих и тяжких скорбей и нападений уст и ежедневных смертей, ибо нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас, хотя бы, мы, говорит, каждый день предавали себя на смерть, чего, в общем, природа не приемлет, хотя воля, побеждающая природу по благости Господа. Чтится, все же и тогда наши страдания не равнялись быть тем благам, которые нас ожидают, и той славе, которая в нас откроется. Смотри, как велика слава, которую получает творящая добродетель, она превыше всех подвигов, какие бы кто ни совершил. Пусть он достигнет самой высоты, но и тогда будет еще ниже ее. В самом деле, что может человек совершить такое, чем бы он вполне заслуживал щедродательность Господа, если Павел, столь великий высокий муж, говорит, и нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая должна открыться в нас. Если так говорил тот, который сказывает о себе, что всякий день умираю, и более всех потрудился, то что скажем мы, который не хотим подъять и малого труда ради добродетели, но всегда ищем покоя, только и смотрим, как бы избегнуть всякой неприятности. А между тем знаем, что невозможно достигнуть тамошнего вечного покоя, если здесь не возлюбим жизнь подвижническую. В самом деле, вешние скорби располагает нас благоугождать Богу, и малые подвиги здесь совершаемые даруют нам великое дерзновение там, лишь бы только мы решились поступать по совету этого учителя вселенной апостола Павла. Подумай, возлюбленный, то, что случилось с нами здесь, хотя прискорбно, однако ж кратковременно, а благо ожидающий нас там бесконечное и вечное, ибо видимое, говорит апостол, временное, а невидимое и вечное. Перенесем же благодушно временное и не уклонимся от подвигов добродетели, чтобы насладиться вечными и неизменяемыми благами, которых расподобимся все мы благодатью, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Ани